всем привет сегодня делаем вот такой классный суп который я посмотрел сознаюсь у джимми оливера я просто люблю давно его смотреть и уже лет двадцать или даже больше появились программы еще голый повар когда начинался я его смотрел нормальный парень из всех поваров заграничных мне нравится он больше всего его подачи его программы будем надеяться что мы его не подведем с этим рецептом но есть небольшие изменения просто для того чтобы русифицировать и унести естественно свою нотку но она будет не концептуально а такая ну как бы более русифицированная значит для этого берем шампиньоны это раз второе вот такую замечательную курицу гриль вот я вчера проходил мимо вот она какая вот посмотрите красавица берем значит корень сельдерея тут я уже отрезал для борща для супа щечевицы для овощного супа который вы увидите на канале много не надо берете чуть-чуть почему потому что есть простой сельдерей тоже обязательно должен быть сельдерей они как бы сочетаться просто сейчас вы увидите один пойдет в одно другой пойдет другое зелень петрушки зелень укропа одна большая луковица репчатая чеснок достаточно много чеснока такую головочку возьмите вот мы уже его почистили зеленый перец острый тимьян обожаю тимьян просто вообще вещь как только вы вот его понюхать если вы были в греции где-нибудь в талии это вот это вот он вот это прямо переносит мгновенно туда запах обалденный и розмарин тоже такая вещь классная штука соответственно сливки для украшения оливковое масло там стоит все и кусок хлеба вот такой хлеб половину прямо булки возьмем чтобы не целую не булки такого хлеба мягкого большого все сейчас закладываем первым делом надо будет разобрать курицу и разложить ее на три части на значит грудку на кости все суставы позвоночники и на такие бедерные такие вот накрыть крыльевые эти части такие вот коры мы не выбрасываем там жира много так всякие разные жирные части тоже сюда вот пожалуйста только самое главное костей здесь не было потому что мы потом с этим будем работать и вот эту часть скелет курицы надо отправить в кастрюлю с кипящей водой будем делать бульон там немного воды где-то примерно литра два вот отправляем также с бедер я складываю вот в эту кастрюльку такое мясо которое ну не такое пресное которое можно есть поприятнее такое многие любят грудку но людей которые любят ножки значительно больше я в разное время отдаю разные предпочтения в принципе не выпендриваюсь но когда есть выбор конечно лучше взять окорочок какой-нибудь еще одна часть позвоночника тоже уходит туда же делаем это для того чтобы получился обалденный бульон вот так шкуру сковородку если есть сомнения если там кости или нет лучше всего вот сюда вот раз чтобы здесь вот тоже было чисто джази ху ой джази может он покушает на тебе курочки на и попробуй будешь есть еще там так ну вот еще раз смотрите кости вот кастрюлю шкура всякие разные такие жилистые вещи но без костей вот сюда на сковородочку а съедобное такое вот вот это можно вот сюда положить тоже частично грудку мы сейчас перережем перемешаем сейчас увидите что будем делать так давайте мелко ест и ест копченую курицу и так для чего мы это все сделали для того чтобы мы часть значит курицы обжарили сковородке и потом поработали блендером а часть курицы положили на хлеб и запекли в духовке поэтому делите по своему вкусу что мы пойди пойдет у нас суп пюре а что пойдет на хлеб на запекание я решил что лучше всего будет как мне кажется лучше всего сделать но где-то вот так это от грудки две трети положить сюда и обжарить и вот сюда сделать на хлеб все так и будем делать лук нарезаем лук нашу сковородку можно не мелчить все равно будем его передробим его передробим поэтому можно не мелчить делаем вот так вот укроп замечательная штука пенечки раз вот так вот хорошее оставляем сюда а пенечки мелко-мелко-мелко думаете вот сюда нет это в кастрюлю потому что нам бульон потом мы будем процеживать бульон и это все отдаст в кастрюлю и вот эти пенечки от петрушки тоже так вот раз все пеньки мы это делали в рыбном супе как-то связывали все пеньки все и вот сюда мы делаем это тоже пошли выложим все в бульон хорошая штука так а вот эту часть мы вот сюда еще закладываем нас раз два три 4 5 а это уже будет в качестве украшения зеленушечку оборвем для красоты делаем так мелко чтобы побыстрее это все у нас приготовилась сковородки ну и сам корень сельдерея но небольшой по вкусу можно чуть побольше вот такой прибавить корешок но я думаю что вот этого вполне достаточно точно также мелко чтобы успел равномерно все приготовиться ставим на огонь и оливковое масло оливковое значит не забываем солить солим здесь бульон должен быть соленый обязательно и сюда соль значит быстренько надо порубить чеснок на большую кастрюлю довольно много ну головку курица сельдерей тут все шампиньоны все с чесноком замечательно сочетается напомню это пойдет в сковородку которую мы потом будем перемалывать поэтому и перец тоже туда же так и дробленый черный перец тоже тоже пойдет туда это надо не забыть ну и нарезаем шампиньоны бежал по шампиньоне один засранец убежал поймайте шампиньона сеньор шампиньон жить хочешь должен отдать себя так ну что погнали к плите шампиньонов мы взяли достаточно ну что высыпаем вот смотрите как красота сняли заставку то что у нас тут у нас курица вот этого шкура куриная плюс еще немного грудки так чтобы ее это перемолоть потом нас здесь корень сельдерея у нас здесь стебли сельдерея да что у нас еще и и частичка бульона и оливковое масло соль и вот сюда я выкладываю шампиньоны видите сейчас они дадут сок воду выпустят всю вот эту красоту посмотрите какая красота потом смотрите дальше что сюда идет рубленый чеснок и зеленый перец острый острый вот смотрите убираю и мою руки иначе сейчас цапну и потечет все перемешиваем и добавляем тимьян и розмарин сейчас как раз когда перемешаем по сценарию по логике и попал опыту шампиньоны должны обмякнуть выделить воду вода должна перемешаться с содержимым сковородки которые уже это встречает тепленьким и будет полная красота можно даже сюда я вам скажу по секрету если сухо добавить бульоны из кастрюли часа жилет и сделаю может все равно это было поэтому раз два вот таких паломочка добавьте обратно пусть варится дробленый перец по вкусу давайте я вот эту целую положу а потом когда будем перемалывать он отдаст я его вытащу перед тем как перемолоть так вот раз а вот тимьян нам нужно нарувать прямо мелкие против шкуры берешь очищаешь веточки жесткие поэтому я думаю что они перед перемолоть их будет практически невозможно да и ниже чем них толкта никакого именно эти травы и придают и такой экзотики нашему супу напоминают негрецию халкидики очень запах тимьяна конечно тоже не надо перебирать как и со всем остальным эту штучку еще чудо вот тоже бульон раз все перемешали вот пошла о соки пошли не забудьте посолить все что тут находится и потише сейчас пойдем займемся нашими бутербродами так назовем их на хлеб будем выкладывать курицу и запекать в духовке пошли прямо такие размеры прямо сделаем большую чтобы один одного куска хлеба хватило сразу же на долю на суповую такую раз так так чуть-чуть буквально не надо мелко совсем уже крошить так чтобы в пыль что надо чтобы она как бы куски были довольно большими на каждую эту штучку можно спокойно положить по веточки розмарина по небольшой еще чуть-чуть сверху надо полить маслицем буквально и ставим в духовку погнали так то первым делом надо вот эту штучку в чудо чик и все на свое дело сделала перемешиваем посмотрели все что у нас тут есть палочек нету ничего нету хорошо у нас есть еще куча вот таких кастрюль одинаковых близнецов накупили для съемки проекта них 6 штук раз берем так и процеживаем весь бульон нам ничего из этого не нужно кроме воды кроме бульона самого вот посмотрите все тут осталось видите сделаем так этот бульон надо просто чисто технически разделить на всякий случай сделайте так вдруг у вас больше бульона получилось а вы возьмете и содержимое сковородки туда бахните получится жидко лучше всего сделать так разделить этот бульон на две части перемолоть блендером вот это то что в сковородке находится а потом если густо добавлять потихонечку бульон до нужной густоты вот мы сейчас так это и сделаем отливаю пусть он сюда кипит и теперь содержимое нашей сковороды дружно перекладываю в кастрюлю для того чтобы не брызгало понимаете да можно в сковороде тут все будет потом угажено не люблю этого слышите да не очень характерный звук это говорит о том что нам смело можно добавлять сюда бульон покрываем это все вот так вот и оставляем чуть-чуть опять кипеть во ну что делать давайте накрывать на стол давайте накрывать на стол все готово сейчас дождемся пока хлеб с курицей запекутся в духовке и будем накрывать на стол пока я закрываю закрывай где тарелка где каждую капельку нужно закрываю все настаивается пойдем пойдемте накрывать на стол музыкальная пауза заставка раз два три четыре пять еще ходочку за хлебом с курицей ну что тут естественно неполная кастрюля как у нас обычно это принято здесь половина всего потому что с крем-суп но этого вполне достаточно так накладываем об запах конечно уже все сумасшедший просто кастрюль это не полная тарелка полная должна быть достаточно считаю необходимым добавить сюда сельдерей и укроп с петрушкой тоже хорошо будут находить все вот посмотрите посмотрите какая красота видите корочка она и так то уже была подкопченная вот снимаем то подходи давайте пробовать все сняли все сфотографировали для тех кто касается сняли для инстаграма сняли для фейсбука сняли для ну для ютюба вообще весь выпуск специально для того чтобы воспроизвели это замечательное произведение кулинарного искусства давайте есть уже все как мы прямо на этой штуке будем есть давайте на это я вот так понимаю сначала я пробую отдельно какая вещь какая вещь чтобы вам рассказать легко очень сельдерей корень сельдерея сельдерей дает прямо вот легкости здорово правильно сделал что добавил корень сельдерея все здорово сливочный вкус легкий овощной вообще прямо вот воздушный воздушный прямо и с другой стороны с другой стороны насыщенный вот именно куриный вот этот гриль он как бы есть и шампиньоны есть и но они не выпирают вообще то есть они вот так друг друга сбалансируют очень вкусно и укроп кстати с этим попадаются вот мне ложку тоже тоже туда хорошо ложится давайте я вот эту цепанную штучку тут надо тимьяну брать ой она отвалилась давайте она намокла вкуснота какая подождите вот а где вообще бомба вот этот хлеб вот мой ребята вот он отвалился намок с хлебом надо есть обязательно вот это вот сделайте обязательно ммм так вы будете смотреть на меня я остановиться не могу с хлебом еще вкуснее все парни давайте тоже присоединяйтесь обязательно приготовьте это чудо на у себя на кухне у меня сразу появилась мысль может еще парочку троечку рецептов цепануть у него так же русифицировать так же чтобы наши русскоязычные вышедшие из советской культуры граждане тоже как бы у себя адаптировали этот рецепт потому что вот так брать его слепую без опыта я бы например не рискнул хотя и ни разу не готовил это мой первый рецепт на основе джеми оливера все время смотреть смотрю да представляю да тренируюсь но это сделал впервые вот такая вещь вот такая вещь оставайтесь на нашем канале смотрите другие наши видео переходите по ссылке в описании с нашего генерального спонсора модного дома алиси фиори подписывайтесь на инстаграм фейсбук я вас жду в гости приходите к нам на каналы еще до свидания спасибо большое я очень доволен я очень доволен и